И всем привет, ребят, с вами Строманка, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно обзору дронов и топу дронов на сегодняшний момент времени. Если вам нравятся видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунт, чтобы установить ему личный такт, как TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо дронов, то с жестким нерфом и убийством кризиса у нас поменялся баланс дронов. Ну и сегодня довольно кратко, по каждому я бы хотел бы пройтись, играть я не буду, выскажу свою точку зрения. Как я вижу топ дронов на сегодняшний момент времени, ну можно сказать дам топ 3, а дальше там добавлю еще парочку дронами, которые в теории можно также использовать в рамках сегодняшних реалий, в рамках матчмейкинга. То как я это вижу, ну а вы в комментариях может быть поделитесь своими мыслями, согласны ли вы с моей точки зрения, либо у вас есть свое видение и есть свой топ на этот счет. Что касаемо топ 3 дронов, то на первое место на сегодняшний момент времени после убийства кризиса я поставлю гипериона. Гиперион и до этого был самым универсальным дроном в игре, который работал на протяжении довольно длительного периода времени, ну и сейчас он также работает и после нерфа кризиса в моем предпочтении и в моем видении это лучший дрон на сегодняшний момент времени. Он дает полностью всю расходку без кулдауна, также быстрый кулдаун аптечки и мины, что позволяет довольно длительный период времени жить на вражеских респах. То есть вы можете использовать любую комбинацию по типу там Хантера, Страйкера, Хантера, Молота, Твинса, Рикошета, то есть вы любое вооружение, лучше всего даже вот такая комбинация работает, Крусейдера, Вулкана, да, вы можете использовать. И это будет самый универсальный дрон, то есть он подойдет под любые пушки и корпуса. По поводу ближнебоев, то здесь с ними будет работать чуточку хуже, я немножечко позже скажу почему. Но со всеми другими пушками, да, по типу Молота, Твинса, Рикошета, Смаки, Вулкана, Страйкера, Грома, Скорпиона, Магнума, Рельсы, Гауса, Шафта, с любой из этой пушки и с любым из этих корпусов этот дрон будет работать и будет работать в любом режиме. Что же касаемо второго дрона, то это Лавкач, это как раз таки вот тот самый дрон, который лучше всего использовать с продувами. То есть ни для кого не секрет, то что Кризис давал буст именно тем пушкам, которые работали от дальнобойства, от ТДМки, да, и которые можно было очень круто реализовывать именно как пушки, которые стоят на одном месте и просто с Кризиса наносят колоссально большое количество урона. Соответственно, с нерфом Кризиса эти пушки стали менее эффективны, а вот продувы за счет нерфа Кризиса стали наоборот намного сильнее, так как с Лавкачом теперь у вас открывается возможность использовать быстрых комбинаций по типу там Васпа Фреза, Хопера Жиги, да, либо даже того же там Хантера Фреза, либо там Паладина Тесла, да, то есть любая из этих комбинаций в именно комбинации с Лавкачом, с дополнительной скоростью и полностью прожатой расходкой стало намного-намного сильнее. Соответственно, Лавкач в сегодняшнем балансе я бы поставил бы на второе место, да, как тоже очень универсальный дрон, но он универсален и лучше подходит под ближние бойные пушки и под средние дальности пушки, да, по типу там того же Твинца Рикошета Молота тоже можно использовать. В режимах по типу Штурм за атаку, Рэгби, ну и ЦТФ, да, то есть в этих трех режимах эффективно можно использовать под атаку этот дрон. Но с продувами можно использовать в любом режиме, да, то есть Жига Фрез и Зида Тесла работает Лавкач плюс быстрый либо средний корпус в любом режиме. Вы пушите респы, зажимаете противника, ну и дальше просто за счет этой дополнительной скорости реализуете. Если у вас под это все дело еще и есть подрывник, например, на вас пали бы на хоппера, да, то тогда ваша эффективность будет еще жестче и еще качественнее вы сможете реализовать подобного рода комбинации. Ну и что касаемо третьего дрона, то очевидно с нерфом Кризиса это будет бустер. Это тот дрон, который выходит в свет, можно так сказать, после нерфа Кризиса. Он ДДшку дает точно такую же, как Кризис, только при этом имеет возможность прожатия полных припасов и становится полной альтернативой для всех тех кемперов, которые до этого стояли на Кризисе. Да, то есть если раньше вы могли стоять на Кризисе, имея только один припас, сейчас вы так же само можете стоять только с бустером и иметь все припасы. То есть и броню, и ДДшку сразу, и нетру, и так же само реализовывать свою комбинацию под все те же самые дальнобойные пушки, под ареса, например, грома, смаку, скорпиона, магнума, рельсу, гаусса, шафта. То есть все вот эти вот тяжелые комбинации, стоящие комбинации, да, то есть со средними корпусами, с тяжелыми корпусами, они все будут работать с бустером. И поэтому я на сегодняшний момент времени вижу именно так этот баланс, где гиперион становится на первом месте за счет супер универсальности, ловкач за счет мобильности и жесткой реализации ближнебойных пушек, ну и бустер как полная альтернатива Кризису, так как на сегодняшний момент времени с его нерфом бустер дает такой же самый процент дополнительного урона с ДДшки, что и Кризис, только имеет возможность прожать сразу же всех припасов. Что касаемо других дронов, да, с этим нерфом защитник стал тоже интересней, то есть он не топ-3, но стал интересней и его можно реализовывать. Также под там CTF, где вы впитываете большое количество урона под штурм за атаку, под регби, да, с комбинациями можно и быстрыми реализовывать его, там по типу там продува плюс васпика, либо же там со средними корпусами, это тоже будет эффективно работать, ну и плюс это будет работать с точки зрения не такого большого получения дополнительных очков, как возможности дольше жить и за счет этого напрягать больше противника, да, то есть если вы играете, например, пачкой и вы можете спокойно встать, например, в деф, то защитник это очень неплохой вариантик, так как броню он дает теперь такую же как Кризис, только имеет возможность прожать сразу же трех припасов. Ну и последний дрон, который также не входит в топ-3, но который стал очень и очень интересен на сегодняшний момент времени, это диверсант с реализацией любого корпуса с устройством минер, да, то есть если у вас есть минер, есть диверсант, вы берете эту комбинацию и начинаете очень плотно минировать либо свою базу, либо в принципе карту, да, то есть это может быть DM режим, это может быть CTF, это может быть регби, может быть вообще любой режим, да, где вы можете просто посидеть, заменить максимально большой участок и за счет минок и минера, минер не дает вам возможности пропадать мином, дает реализацию вот такого вот интересного припаса, поэтому баланс я вижу на сегодняшний момент времени именно так, что касаемо самого Кризиса, я считаю, что его использование на сегодняшний момент времени полностью нецелесообразно, с точки зрения и того, что вы тратите безумно большое количество припасов, и с точки зрения того, что он сейчас дает такие же самые параметры, как дает ловкач отдельно, бустер отдельно и защитник отдельно, да, то есть все эти вот компоненты, которые вскоплены в Кризисе в одном припасе, теперь есть в этих всех разных дронах и вы можете все это дело четко и грамотно реализовывать, поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с моим топом, возможно для кого-то этот видеоролик будет полезен с точки зрения прокачивания дронов, да, то есть вы, например, не знаете какой дрон лучше прокачать, этот видеоролик вам в этом плане как раз таки поможет, поэтому если был полезен видос, обязательно поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и пишите свое видение и свои комментарии по этому поводу, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!